Всем привет, с вами DoublePlay и это у нас игра под названием Crashlands. Игра не новая ребята, записываю я хоть с ПК, но эта игра есть на андроид, в принципе я на ней начал в первый раз в своей жизни играть. Эта игра или, так скажем, как это называется, Don't Starve, только более так современной тематики, ну короче для любителей майнкрафта или любителей террари, ну это должно точно зайти, тут еще и свои покемоны короче. Я просто в эту игру играл в свое время очень долго и давно правда играл, и она мне офигенно как понравилась, поэтому решил вот сейчас записать, только уже с ПК, так что будет все-таки как-нибудь и удобнее. Поэтому ребята, всем приятным всем просмотра, мы погнали. Так, можно тут выбирать еще режимы игры, но эти пока режимы нам закрыты, но они постепенно откроются. Ну в принципе сюжетный режим, в принципе его достаточно так, чтобы получить кучу эмоций и удовольствия от этой игры, ну сразу да. Так, можно взять конечно легкий режим, но я так как уже играл в эту игру, выберу средний. Так, ну насчет ника мы и так все приказа понимаем. Это будет ник, как название нашего канала. Так, space, e, apa space. Ну можно конечно клавиатурой было нажать, но мне удобный играть джойстика. Так, хотя в принципе тут тоже не проблема, можно и на клавиатуру нажимать и потом переходить на джойстик. И жалко, что конечно нету русского языка в этом, точнее в этой игре. Ну в принципе и на android тоже точно так же было. Ну ничего, тут не главный текст, не главный сюжет, от самого геймплея, так скажем, можно насладиться просто по максимуму. Поэтому будем пропускать с вами текст, не будем зациклиться только долго на этом. Ну короче, летим мы на космическом корабле. Ну короче, происходит какая-то авария и мы соответственно сейчас упадем с вами на эту планету. Вот это у нас короче, главный злодей в этой игре, который на нас напал. Так. Короче, у нас атакует. Так. Вот это у нас короче, типа, путеводитель будет, да, постоянно. Так, вроде как не должны попадаться на эти вспышки. Так, мы даже пособирать вот эти ящички. Так, видите, попались и у нас хп снялось. О! Наш первый инструмент, которым мы будем работать. Точнее биться. Так, можем, кстати, это ломать все. Так, как-то мы быстрее должны бегать. Или нет? Вроде как нет. А ну-ка посмотрим, что у нас тут. Ха, можем просто крутить тот стул. Куда и обратно. Так, что-то мы подобрали с вами. А, это пирог. Ну, типа, лечилка. Ну, давайте пособираем их тоже. Так, оп, восстановили хп себе. Вот. Нормально проходим. По-любому надо одно разбить. Все. Ну, а это у нас спасательная капсула. Все, наш корабль уничтожили. И начинается, собственно, игра. Как-то вот так все выглядит. Реально, кто не играл, честно говоря, я вам немножко даже завидую. Потому что, ну, я когда только начал играть в эту игру, блин. Мне она так зашла, так понравилась. Это капец просто. Я в нее очень много играл. Это, значит, наш верстачок, да? Верстак. Да, это верстак наш. Так, пока что нам нужно чуть-чуть пофармить. Ресурсы. Кстати, наш помощничек. Видите, вот эти ящики на себе везет. Так, что надо-то надо? А, еще два таких. Ресурса. Это, кстати, тоже. А, это нельзя уже ломать. Там нужно, ну, нужно, есть инструмент для этого специально. Кстати, гаечный ключ куда-то у нас пропал. Так, не хватает еще. О, веточки, кстати, еще лежат. Давайте все это сразу подберем. Ну, я вам скажу, что больше все-таки смахивает на Террарио, чем на Don't Star. Как-то сильно сложно в той игре. Не знаю, я в нее играл, она мне не особо, так скажем, зашла. Хотя, нормально, такая хайповая игра. В свое время было много популярных блогеров, которые в нее играли. Так, а что-то я, кажется, не то сделал, да? Нафиг оно мне надо было. Ладно. Допустим. А сейчас бы разобраться еще, конечно. Что для чего. Ага, понял. Это прикольно, мне нравится. Когда вот переходишь в режим постройки, эта музыка начинает так резко играть. Так, это у нас карта. А это у нас предметы, да? Экипировка. Ладно, допустим, мы это сделали. Это у нас типа пол был. Ладно. Так, это у нас, в принципе, верстак, который у нас и так уже есть. А, мы же пол этот не взяли. О, забрали. Ну, а теперь можем строить, да? Я так понял. О, везде тут можем строить. Так, подожди. А это что? Откуда у нас? А я где-то выбил, походу, пол летающего корабля. Ага, что это у нас новый этот, как его, чертеж, да? А это у нас типа, ну, инструмент. Пила, короче. Ну, значит, пошли еще пофармим себе. Я помню, вроде бы он как-то мог бежать. Или потом в игре это появится. Уже точно не помню. Секундочку. Ну, я вернулся. Я просто отходил. Мне надо это время, чтобы видно было. А то я забыл телефон вот здесь себе поставить. Чтоб сильно не переиграть. Не, игра прикольная. Мне она нравится. Ну, если залетела бы эта игра, было бы вообще зашибись. Я с удовольствием ее проходил вместе с вами. Тут боссы еще есть всякие разные. Кстати, разные миры еще есть. Ну, типа ты проходишь вот эту всю локацию, да? И ты можешь перейти на следующую. И там типа другие мобы. Более мощные. Более там мощные артефакты. Всякие разные новые ресурсы. Короче, прикольно. Я даже не ожидал. И чтобы вы понимали, одна эта локация занимала... Заняло, так скажем, до хрена времени, чтобы ее пройти, да? И ты думаешь, во, нифига себе, все уже думаешь. Неужели конец игры, а там нифига. Оказывается, еще целая такая огромная локация, еще следующая будет. Ну, там их несколько в игре. Как я помню. Но я до конца не проходил ее. Хотя, ну, мне лично, например, интересно. А, не-не-не-не-не, это два раза скрафтил. Да, ё-моё. Как отменить? О. А как отменять это все? Track on track, что за... Ну, ладно, забрали, забрали, хрен с ним. Ну, просто на джойстике еще не привык. Точнее, отвык. Я тогда тоже на джойстике на Android играл. Так, это что у нас? Так, что-то там новое, короче. Какое-то так. Вот. А, ну, типа станок, да? Настольная пила. О, кстати, можем уже вот эти ветки срубливать. Срубать. Ну, да, теперь даже вот эти кусты будет. Не руками, а вот этой сукой срубать. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, пила есть и пару пирогов. Ну, пока врагов тут нет нигде. Ну, если дальше чуть пойти, то они появятся. А вот, кстати, эти ж козлы. И, кстати, тут можно будет ловить. Ну, пока их бить не можно, с оружием нету. Короче, из них, если не ошибаюсь, выпадают, короче, яйца. И эти яйца мы можем ставить в инкубатор. И инкубатор, кстати, на каждого монстра вроде бы отдельно строится. Ну, на такого типа монстра надо именно специально там гнездо, так скажем, да. Типа, если не то гнездо, то туда нельзя типа яйцо ложить. Короче, потом оно вылупляется и помогает нам биться с врагами. И очень, причем они очень даже полезны. Ну, просто бывает игр, где помощники такое себе чисто для вида в основном. То есть, ну, они чуть-чуть там урон наносят, а в этой грани они вполне такие себе отлично помогают в игре. Так, это у нас стена. Так, что нам еще надо? Древесина надо именно, конкретная. То есть, на дерево пилить. А не веточки вот эти. Я, правда, не помню, где это находится. Сейчас пройдемся, разберемся. Вот, вот оно, вот. Вот эти штуки надо струбить. Вот, нормально. Мне прям такая ностальгия прям пробирает от этой игры. Звуки, вот это все. Эффекты. То ли, кажется, мы дальше там артефакт какой-то выбьем, то ли прокачаем какой-то навык, чтобы он быстрее бежал. Ну, так, типа, не постоянно, а... А это самое. Ну, какой-то период времени он, типа, быстро бежит. Пока не восстановится тот навык или же артефакт. А ну-ка. Блядь, я опять не то сделал. Как убрать? О! Нет, тоже забрало. Ах, блин, а! Теперь не хватает вот этих штучек. Давай еще побьем травку, блин. Так, а где, кстати, смотреть, какие у нас... Ну, я понимаю, конечно, вот тут есть где предметы у нас экипированные. А где показывается, сколько у нас там тех или иных ресурсов. Вот это я, честно говоря, уже не помню. Блин, у нас только на верстикете мы можем увидеть. Так. Вот, теперь другое дело. Да, и прикольно, кстати. Новое оружие, новый верстак сразу такое вот... появление показывает. Так, теперь его надо установить. Так. А как установить? А, вот. Так, вот так. И вот так, наверное, ставим. Так, а это что у нас? Это семена какие-то? Ну, давайте посадим. А, нет, для этого нужна грядка будет. Отдельно сначала грядку. Грядку надо делать. Так, сейчас мы сможем сделать оружие. Так, для чего это? Я не помню. Короче, для чего это надо? Я уже не помню, честно, ребята. Так, а те, что мы можем крафтить? Здесь именно деревянные изделия, да? Я так понял. И, кстати, видите, еще кое-что закрыто. Это оружие у нас, оно еще пока закрыто. Так, по сюжету постепенно будем находить нужные нам а что это такое мы нашли? Так, надо бы больше дерева нам, в любом случае. Это да, агрессивные мобы сразу нападают. А что, бить уже можем? Мне пока еще не можем. Ну, мало ли, решил проверить. Просто мне выделяются, видите они? А что вообще нам нужно делать по квесту, по заданию? Это я не совсем понял. Кстати, сохранение. Давайте сохранимся. На всякий случай, так скажу. Да-да, я помню. Тут еще где-то надо найти будет этот, лампочку. Ночью светилась. Это типа как артефакт будет. Я помню, оно где-то вот, типа вот, в этих то ли лужах, то ли, поняли, посередине воды, вот, то ли здесь, то ли где еще. О, кстати, для рыбалки еще есть места тут. Да, начало игры, наверное, один из сложных этапов игры, я скажу вам. Пока, хотя бы ты найдешь это оружие, пока себе питомца приручишь. Да. Это я помню, конечно. Ну-ка, посмотрим, что у нас по карте тут. О, вот. Надо скрафтить, короче, теперь. О, кстати, у нас один есть тут. Вот, про это я и говорил. Вот он, фонарь. Не солгал, не солгал. Так, забираем. Пригодится еще. Хорошо, что я все-таки его не поставил там на базе. О, кстати, видите, так тоже чертежи находятся. Кстати, я вот, видите, подзабыл, что выпадают чертежи и когда мы фармим тебе ресурсы выпадают тоже. А его тоже шлепать можем. А, кстати, их можем бить сейчас? А, этим не бьются. Да иди ты. Ну, порубили дерево, посмотрим. Может, что-то еще можем интересно скрафтить сейчас. А, вот, видите, пишет сразу количество там веточек, которые мы подбираем. Ну, это все пригодится, поэтому по пути давайте нарубим себе. Да, вот здесь он ставится вот этот дополнительный предмет. Ну, то есть, он не считается как основной, а как дополнительный. Ну, так. Блин, опять я... О, кстати, гнездо сейчас сделал. Для кого это? Для кого это? Непонятно пока мне. Так, это что у нас? Это у нас дверь. Это стены. Вот это, блин. Не то построил, видите, и все. И опять нас не хватает дерева. Зараза. Блин, почему нельзя бить вот этой пилой и вот этих прогулок? Можно было бы сейчас парочку позаваливать и попробовать приручить. Ну, я думаю, сейчас должно хватить дерева. Хотя давайте еще на всякий случай еще одно дерево срубим. Найдем, так скажем, это дерево. Срубим это дерево. Ну, в принципе, бежим обратно. Будем по мере поступления и нужды в тех ресурсах будем собирать. Там дальше еще телепорты будут открываться. То есть, все будет в этой игре. То есть, пока вначале приходится вот так повозиться. ааа, это броня. Ааа, это броня. Причем, такая неплохая броня получилась. Видите, тут дополнительные еще статы у нас нормальные такие. Так, а как это убрать? Убрал галочку. Так, это у нас перчатки. А, нет. Ну, да. А, это лего. То есть, на ноги броня, перчатки и... О, кстати, это тоже неплохо. Ну, пока у нас таких ресурсов нет. На уже врагов мочить, чтобы нам выпало. Ну, это типа шкура. В принципе, все. Сейчас наденем. Так. А, она автоматически наделась на нас. Так, еще, кстати, нам нужно же этот. Вот. гнездышко поставим. О, нам меч. А, не. Далее. Блин, опять они то делают. Ну, блин, нахера? А, все-таки возвращает нам это ресурсы. Не, не возвращается. Короче. Ладно. Для этого нам надо 17 дерева и 16 вот эти травы. Ладно, ребята, будем на этом серии заканчивать. В эту игру можно играть очень долго и, в принципе, она очень интересна, классна. Кто в нее не играл, советую. Вот. Прожимайте лайки, подписывайтесь на мой канал, прожимай колокольчик, если все еще не подписаны на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Также оставить комментарии по поводу этой игры и по поводу видео. Я прочитаю обязательно. опять-таки зависит от вашей активности, будет ли продолжение. Но я бы с удовольствием в нее поиграл, потому что я, по крайней мере, уже разбираюсь с ней. Ну и плюс, сама игра, в принципе, такие прикольные. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok